Что мешает человеку успешно? Потому что, как правило, очень много хороших, достойных есть направлений, систем, которые этому обучают, обучают хорошо, обучают квалифицированно. Но мало внимания, во всяком случае, на мой, мне попадалось мало внимания, уделяется тому внутреннему составляющему. То есть, что может помешать успеху? Ибо победа, это отсутствие поражения. Если вы уберете все, что может привести к поражению, то победа само собой разумеется. Одно из основных, что мешает человеку достижение чего-либо, цель, его успех, то, что его нет. Самая большая иллюзия большинства людей, они считают, что они есть. На самом деле их нет. Не буду голословлен. Просто элементарно сейчас рассмотрим на примере. Допустим, ну, начнем с чего? Отправная точка. Отправная точка, что человек это трехплановое существо. Основные его составные части, это его мысли. А кто-нибудь подсказал, что есть человек в вашем представлении? Как вы считаете, что есть человек, что он с собой представляет? Еще тело, правильно. Мысли, это еще и тело его. Ну, биологическое тело. Биологическое тело, да. Мысли, тело и чувства. Конечно, чувства. Никуда без чувства. Основные, три составные части человека это мысли, чувства и тело. И что естественное состояние человека, таким, каким он должен быть, таким, и как он задуман. Происходит, когда эти все две части взаимодействуют между собой. Они находятся как бы в едином целом. Когда, допустим, у меня рождается какая-то мысль или идея. Я переживаю эту мысль или эту идею. И, соответственно, совершаю действие. Или у меня возникают какие-то чувства. Или, например, чтобы понятнее было, желание какое-то. Я осознаю свое желание и совершаю действие. И теперь вопрос возникает такой. Так ли все время происходит у каждого из нас в жизни? Так происходит все время. Ну, это хорошо. Я ваш телефон запишу и пойду к вам учиться. Потому что на самом деле, на самом деле, если мы сейчас рассмотрим, такое происходит. Часто бывает в жизни, когда вы совершаете какие-то поступки или действия, или что-то делаете. А зачем я это сделал? Ну, зачем я это сказал? Неважно, это будет речи касаться или действия будут касаться. Почему такое происходит? Потому что человека нету в таком состоянии, в каком он должен быть. Простой пример рассмотрим. Элементарно. Человек едет в транспорте. Вот вы едете в транспорте. О чем вы думаете в этом моменте? О текущем. О текущем моменте. То есть, какая останка, какие люди заходят, выходят, вы их всех наблюдаете? Нет, нет. О чем? Цель. О своей цели. О своей цели. Что такое цель? Выйти на нужный остановок. Правильно. То есть, это то, что когда-то произойдет. То, что когда-то произойдет, мы условно называем будущим. То есть, по определению, будущее – это нечто, чего сейчас нет, но когда-то будет. То есть, мы можем сказать, что будущего не существует сейчас, в данной войне. Да, будущее – это нечто, чего пока не существует. При этом, человек может, там, проезжая в том же метро, вот тут рекламную картинку увидеть и ассоциативно зацепиться за какие-то чувства и вспомнить, как ему в прошлом году хорошо было отдыхать на берегу моря и всякие приятные воспоминания. То есть, воспоминаниями, своими чувствами, человек, как правило, не всегда, не все, я говорю, в общем, такую тенденцию, уносится в прошлое. Что такое прошлое по определению? По определению прошлое – это то, чего уже нет. Его не существует. И если обратите внимание, большая часть жизни человека проходит в таком состоянии. То есть, мыслями он все время находится в своих целях, что вот я завтра сделаю то, послезавтра. То есть, мыслями он все время находится в большей части, прошу прощения, в большей части он находится в том, чего пока не существует. Чувствами он находится в том, чего уже не существует. И встает естественный вопрос – существует ли человек? И вот мы подходим к той иллюзии, которая у многих людей присутствует, что я существую, я есть. Вот что такое быть? Быть – это когда все три части находятся в одном, как во временном, так и пространстве. Когда все три части для естественного состояния человека, когда они находятся и во временном, и в пространстве, в данной точке пространства, и в данный момент времени. Окей, вы скажете, а чем чревато? Ну, допустим, ну да, я иду и думаю, мечтаю о будущем, что в этом плохого. Давайте рассмотрим ситуацию, когда нету вот такого единства. Допустим, мысли у нас где-то в другом месте находятся. Я иду по улице, и мои мысли находятся в моем будущем, в проектах. У меня в данный момент здесь нет моих мыслей. И вдруг у меня возникает ужасное желание чего-нибудь. Допустим, купить пельмени. На улице продают, там на морозе, в коробочках. Я сейчас просто ассоциативно вспоминаю своего прошлого. Сейчас я уже давно не встречал, чтобы на улице пельмени продали. Но было такое время, у меня случай в жизни был. Я прохожу, ужасно захотелось пельмени. Ну, поскольку как-то мысль была в том момент на месте, я подумал, зачем мне пельмени, когда дома шикарный ужин ждет. И вот с этими мыслями я прошел мимо них. И что самое интересное, через полчаса с работы тоже приходит моя супруга и приносит эти пельмени. Невероятно. Я говорю, зачем ты купила их? Она говорит, вдруг захотелось. То есть, я что хочу сказать? Когда мыслей ваших нету там, где ваше тело и чувство, у вас возникает чувство. И вы не осознаете своего желания. Вы не можете осмыслить это желание. И возникло чувство, вы совершаете действие. Приносите домой эту ненужную вещь, бросаете и больше никогда ее в руки не берете. Почему? Потому что в тот момент у вас, когда возникло чувство, ваших мыслей не было на месте. О каком успехе при таком случае можно говорить? Или наоборот. У меня возникает какая-то мысль, идея. А моих чувств в этот момент нету там, где эта идея возникает. И я совершаю действие, и только потом я совершаю действие, прихожу к каким-то результатам, а удовольствия нет. Нету никакого ни удовольствия, ни переживания, ни чувства, как это сейчас говорят, можно говорить, драйва нету от того, что я делаю. Вроде делаю, вроде правильно делаю. А кайфа нет никакой. Это одно из малых минусов, которые, к чему может привести, когда человек не является цельным как таковым. В моем представлении понятие исцелять, это делать человека цельным, когда все три части находятся вместе. Такой человек может осознавать, такой человек может идти, такой человек может быть. В моем понимании быть, это когда все, человек в своем естестве, он находится всеми тремя частями вместе в одном каковременном и пространстве. В этом состоянии, в этом состоянии, как уже прекрасно было замечено на предыдущем выступлении, человек может определять свои цели. Потому что когда у меня нет цельности, у меня возникает желание, люди часто такое бывают, возникают желания, они ставят цели, идут к этим целям, достигают, добиваются, а удовольствия никакого не испытывают. Почему? Потому что не их цель была, это не их желание. Где-то когда-то возникло какое-то желание, и в этот момент мыслей их не было, они не осознали свои желания. Или наоборот, мысли, которые программируются люди все время, программируют людей, посмотрите, начиная от прессы, кончайте линии, фильмы, не послушайте. Я на Семиран часто люблю приводить такой, ну он несколько утрированный, такой пример, но если рассмотреть такие вражеские фильмы, в советские времена, как называют, американские фильмы, там, американская мечта. Вот, к примеру, допустим, там, быть успешным, это, там, или быть богатым, это сидеть в ванне с пеной и курить сигару. И человек все время это смотрит, смотрит, смотрит. И в тот момент, когда его чувств там нету, у него возникает желание, что я тоже должен быть богатым, то есть сидеть в ванне с пеной и курить сигару. Проходит время, он, значит, жизнь кладет на то, чтобы приобрести эту джакузи чертову, и чтобы там пена была, ложиться в нее, а никакого удовольствия от этого не испытывает. И тут он начинает понимать, что не это ему надо было. Так вот, процесс внутренней алхимии, процесс внутреннего преобразования заключает в себе такой, ну, так сказать, путь, где я прихожу к этому цельному состоянию. Сегодня я представляю не столько, так сказать, презентационную часть, а у меня еще и семинары даже в виде тренинга. Я дам технику, одну из техник. Как приводить в себя естественное состояние.